В эфире программа «Горизонт событий». С вами Наталья Ветрова. Здравствуйте. И сегодня у меня в гостях Илья Владимирович Дмитриев. Это председатель областной избирательной комиссии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, до выборов у нас осталось совсем чуть-чуть. Скажите, пожалуйста, кого будем выбирать и где будем выбирать? Кого? Начнем с кого. У нас нет региональной компании в этом году, нет федеральной компании. У нас только муниципальные выборы. И при этом 91 муниципальная компания. И они почти все крупные. Выбираем мы 18 мэров на уровне районов, городских округов. И вот у нас новые есть муниципальные округа, новые образования. Выбираем 33 главы различного уровня и почти 500, 484 депутатских мандата замещается. То есть достаточно большое количество, что все крупные. Были компании крупнее. В 22-м году было 500 компаний, но тем не менее общей численности избирателей была гораздо меньше. Поэтому там был поселенческий уровень, а здесь вот прямо крупные компании. Где? Ну, наверное, проще ответить, где нет. 91 эта компания охватывает почти всю область. У нас только в пяти территориях нет выборов. Это у нас Мамско-Чуйский, Балаганский, Жигаловский и Уськутский районы и город Усолье-Сибирское. Во всех остальных муниципальных образованиях у нас есть, ну, второго уровня, у нас есть выборы. Где-то полностью, как вот в Иркутске, там, Братске и так далее, где полностью охвачены избиратели, а где-то мелкие, ну, допустим, как в Ангарске, выбирают троих депутатов дополнительные выборы. На самом деле предстоит масштабная работа. 8 сентября уже состоится голосование. А как проходила подготовка? Потому что подготовить такой объем, ну, такой объем работы провести перед выборами, это, мне кажется, колоссально. Для нас, да, для нас этот объем всегда выпадает на лето, во-первых. Во-вторых, мы не выходили из кампании. Знаете, у нас, как в июне прошлого года началось законодательное собрание, не успело оно закончиться, мы ушли в президентскую кампанию. Президентская кампания закончилась, пока отчеты все сдали, в июне были назначены уже муниципальные кампании. Ну, достаточно активно, то есть, мы все время в режиме территориальной избирательной комиссии, которые работают на профессиональной основе, тоже, конечно, это их работа. Участковым комиссиям в этом году чуть проще, потому что у нас нет мобильного избирателя, который мы с вами неоднократно обсуждали, поэтому они приступают к работе за 10 дней. Ведут досрочное голосование, списки избирателей, уточняют, готовят помещение и так далее. А вот сколько, кстати, избирателей в регионе в этом году? Мы определяем официально два раза в год, на 1 января и на 1 июля. На 1 июля у нас зарегистрировано на территории Курской области 1 миллион 825 тысяч 959 избирателей, точная цифра. При этом, вот, в единый день голосования смогут принять у нас, на начало было 1 миллион 390 тысяч, там список постоянно уточняется, люди прибывают, в основном в сторону увеличения. Сейчас порядка 1 миллиона 400 тысяч избирателей будет, я думаю, в дню голосования. Это больше, почти 77 процентов. То есть, три четверти избирателей у нас могут принять участие в выборах, несмотря на то, что областных и федеральных нет. А увеличивается почему? Потому что это все-таки вахтовые поселки у нас или возвращаются люди? Нет, нет, тут вахтовые поселки голосуют, вот тут с точки зрения голосования, надо сразу пояснить нам, что избирателям, в отличие от президентских выборов, там, региональных, значит, у нас здесь нельзя проголосовать в любом месте. У нас избиратели избирают только себе мэра, только себе депутата, ну, то есть, по тому месту, где он живет, себе, в смысле, на той территории, где он официально зарегистрирован, да. Поэтому таких нет. Увеличивается количество избирателей за счет уточнения списков. То есть, люди переезжают, там, когда-то мы получаем вовремя, когда-то не вовремя. Для этого законом установлено, что за 10 дней избиратель может прийти на избирательный участок и уточнить свои данные. То есть, есть он там или нет. Плюс у нас сервисы есть, центральная избирательная комиссия, найди свой избирательный участок. Я, грубо говоря, переехал сегодня там на новое место жительства, зашел, меня там нет. Я, соответственно, подаю нам заявку электронную, мы быстро его включаем в список избирателей по новому месту жительства его. Если говорить о работе как раз избирательных комиссий, избирательных участков, готовы ли, все ли сделано? Ну, конечно, да. То есть, осталось два дня по большому счету до самого дня голосования. Комиссии у нас создаются на пять лет. Да, там есть ротация постоянная, потому что общая сложность, там, 15 тысяч у нас членов комиссии в Иркутской области. Они постоянно меняются. У нас есть сейчас резерв. То есть, сами составы комиссии, они есть. Они работают уже несколько выборов, и они тоже, как мы, проводили последние, те, кто не менялся, те, кто не новенькие. Мы учебу для них проводим, и онлайн-учебу, и вживую проводим. Мы посещали несколько семинаров выездных, плюс онлайн, плюс территориальные избирательные комиссии. Для муниципальных выборов тоже. Да, конечно, для всех, да. То есть, посещаем территории, особенно, где новые, там, большинство, где сложные выборы. Помещения для голосования тоже проверены уже МЧС, МВД, администрациями, комиссиями. То есть, участки уже все готовы. Более того, на них уже работают у нас комиссии. Готовят сейчас помещения для голосования, готовят оборудование технологическое, ящики для голосования, кабинки, там, места. Да, ну, то есть, украшают многие, стараются, чтобы выборы были праздником. Нарядные. Да, поэтому, надеюсь, готовы, я думаю. А, кстати, сколько будет членов избирательных комиссий работать по области? У нас всего, я сказал, вместе с территориальными и вместе с нашей комиссией, порядка 15,5 тысяч членов комиссий. В эту компанию примет более 11 тысяч. Более 11 тысяч членов участковых комиссий будут принимать участие. Ну, это очень серьезное число. Илья Владимирович, эти выборы будут проходить в один день. Почему? То есть, как раз в связи с тем, что они муниципальные, и люди выбирают на своей территории именно тех людей, которые будут работать для этой территории потом? Ну, да, тут к истории вопросов. Действительно, привыкли. Мы голосовали последние, как минимум, две кампании несколько дней. Вообще, напомню, что в 2020 году это появилось из-за пандемии. Потом, значит, оказалось, что это действительно очень удобно, и люди могут проголосовать в течение нескольких дней. Там принцип законодательно устроен следующим образом. На федеральных выборах определяет федеральная история, то есть центральная избирательная комиссия определяет количество дней. На региональных выборах, соответственно, мы, как обл. избирком, определяем сколько, а на муниципальных выборах определяет территориальная избирательная комиссия. Мы долго вели эти разговоры с ними, они сами определялись. Взвесив все за и против, определились территориальной избирательной комиссией, как организующие выборы в каждой территории приняли решение о том, что они будут проводить в течение одного дня. Ну, и мы это решение поддерживаем, потому что у нас есть муниципалитеты, в которых будут выборы, там, несколько сотен избирателей. То есть, ну, никакого смысла проводить, и в том числе даже в крупных, один день, плюс есть досрочное голосование, вот такое решение было принято тиками. Жители уж, наверное, знают как раз своих кандидатов, тех людей, которых они выбирают, поэтому, да, одним днем я тоже думаю, что на самом деле здесь можно ограничиться. Ну, да, муниципальные выборы, они самые близкие к населению, то есть, когда знают кандидата, многие знают кандидата лично, особенно в небольших муниципальных образованиях знают лично, знают все его плюсы, знают все его минусы, поэтому там... Определиться здесь легче, да, да. Прошли досрочные выборы по традиции в отдаленных территориях, и вот давайте напомним тоже нашим зрителям, где и когда они проходили, и вообще досрочные почему проводятся, и почему нельзя вот тоже, чтобы они, например, голосовали 8-го числа? Ну, досрочные голосования в труднодоступных, удаленных местах, принцип такой, подведены должны быть итоги в день голосования, то есть, вот, после окончания 8 вечера, соответственно, должны быть подведены. И если у нас где-то часть избирателей, либо конкретно избирательный участок находится очень далеко, то невозможно доставить сразу же протокол, бюллетени и всю документацию. Для этого и делается, значит, досрочное вот это голосование за несколько дней. За 20 дней по закону это делается, у нас всего 8 территорий, в которых голосовали полностью участки, в основном это северные. Начинается традиционно у нас, почти всегда у нас, начинается с Иркутского района, это большие коты, куда доставляется избирательная документация на катере, потом голосуют жители, там порядка 50 всего избирателей. Ну, вот, в этот раз проголосовало много, потому что, ну, видимо, сейчас лето, сезон, все там находятся, проживают именно там. И заканчиваем мы сегодня, это у нас Куйтунский район, сегодня будет голосовать тоже. Традиционно это северные территории, где сложно добраться, или это Тафалария, которая в Нижнеудинском районе удалена, так далее. То есть, это вертолеты, катера, зимой, когда мы проводим это, одни способы доставки, летом это другие, то есть, ну, это для нас очень сложная организационная история. На самом деле, там, вот, в этом году включено у нас порядка 4 тысяч всего избирателей таких, потому что это как раз для тех, кого сложно достать, то есть, там их нету большого скопления. Около 4 тысяч избирателей, ну, не знаю, там, около половины, наверное, проголосуют. Илья Владимирович, ну, и давайте напомним нашим зрителям, 8 числа, со скольки до скольки работают избирательные участки, что нужно сделать для того, чтобы прийти и проголосовать, какие документы с собой взять, вот еще такой ликвез. Да, чтобы было без ошибок, да, говорится. Но традиционно здесь время начала и окончания голосования не меняется, как на всех выборах. Участки для избирателей откроются в 8 утра, закроются в 20.00. Соответственно, без перерыва члены участковых комиссий будут ждать наших избирателей. При себе, естественно, нужно иметь паспорт или документ его заменяющий. Ну, документ его заменяющий, это встречается крайне редко, поэтому в основном паспорт, либо справка там какая-то о том, что там паспорт на замене и так далее. Голосуем мы в этот раз без всяких там выездов в другие населенные пункты в основном. То есть у нас нет дополнительных мер, которые применялись при там федеральных выборах, при многодневном голосовании. То есть человек голосует либо на избирательном участке, либо если у него есть уважительные причины, почему он не может посетить участок, то он может подать заявку. Заявки эти уже давно принимаются. И заканчивается прием этих заявок в 14.00.8 числа. После 14.00 уже комиссия не успеет выехать. И это голосование на дому, которое тоже всегда применялось. Уважительные причины по болезни, там стойкое расстройство, либо другая любая уважительная причина. Сидит человек с родственниками, не может выйти, либо по каким-то другим причинам. Если вовремя подаст заявку, члены участковой комиссии придут к нему с переносным ящиком и бюллетенем. То есть голосование на избирательном участке и голосование на дому. Время и документы определились. Спасибо большое. Ну и желаю, чтобы эта кампания завершилась, чтобы вы потом выдохнули, потому что, я так понимаю, придет время и будете опять готовиться уже к следующей кампании, которая у нас тоже ждет в следующем году. Да, спасибо большое. Приглашаем всех избирателей на избирательные участки, конечно. Спасибо. 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 Спасибо.